Всем привет, друзья! Каждый день интернет обрушивает на нас целый шквал информации, срочные новости со всех уголков мира, скандальные разборки между блогерами, списки жизненно важных лайфхаков. Во всем этом потоке контента пользователя уже сложно чем-то удивить, но мы очень тщательно подходим к выбору материала для роликов и обещаем, истории из сегодняшнего видео вы точно услышите в первый раз. Видели, например, как некоторые художники умудряются делать творческие шедевры из втулок для туалетной бумаги, а режиссеры снимать кино на бионический протез? Смотрите до конца и все обязательно узнаете. И еще, если вы в первый раз оказались на нашем канале, то не забывайте нажать на кнопку подписаться. Дальше будет еще больше познавательного контента. Поехали! Анатомические украшения Какие только аксессуары не носят люди, чтобы выделиться из толпы, и делают пирсинг во всех возможных местах, и растягивают дырки для тоннелей в ушах, и вживляют импланты под кожу. Такие боди-модификации, конечно, остаются всерьез и надолго, но людей можно шокировать и простыми украшениями. Например, вот такими кольцами и сережками. Возникает один вопрос – зачем? И, увы, на него мы не можем дать ответа. Если сережка в виде третьего уха явно обладает исключительно эстетическим предназначением, то про шестой палец можно было бы подумать иначе. Мало ли, может, такой аксессуар значительно облегчит вам выполнение бытовых задач? К сожалению, ничего подобного. Палец просто будет болтаться на руке, ведь в нем банально нет мышц и, соответственно, нет никакой реальной силы. Заодно производителей все-таки стоит похвалить. Анатомические украшения выглядят невероятно правдоподобно. Было учтено все – от мелких морщинок на коже до ее оттенка, ведь кольца и сережки выпускаются сразу же во множестве цветовых вариаций. Носить такие на работу может и не самая лучшая идея, а вот для Хэллоуина такие аксессуары вполне могут стать незаменимыми. Насекомые в очках Возможно, вы знаете, что благодаря наличию двух глаз человек и большинство позвоночных обладает стереоскопическим зрением. Это значит, что мы не просто видим мир трехмерным, но еще и ощущаем глубину пространства и визуально определяем расстояние до разных объектов. То, что это также умеют делать коты, мыши, приматы и даже жабы, ученые давно доказали. Но как узнать, что видят глаза крошечных насекомых? Очевидно, сделать это не так уж просто. Но ученые из Британского университета Нью-Касла нашли способ воплотить такой эксперимент в жизнь. Для этого они выбрали богомолов. И не просто так. Эти насекомые славятся своими охотничьими способностями и являются искусными хищниками, которые охотятся на создании даже крупнее себя. Для этого богомолы подолгу сидят в засаде, а в самый нужный момент уверенно бросаются на зазевавшуюся жертву. Это навело исследователей на мысль, что насекомое явно умеет точно рассчитывать расстояние до цели, а значит тоже наверняка обладает стереоскопическим зрением. Чтобы доказать свою теорию, ученым пришлось для начала зафиксировать голову богомолов воском, ведь эти насекомые те еще любители крутить ей на 180 градусов. Затем на подопытных надели самые настоящие 3D-очки, прямо как из кинотеатра, и принялись показывать насекомым разные стимулы. Более того, богомолам даже включали разные фильмы. Каким же был результат исследования? Богомолы активно реагировали на показываемые изображения и даже пытались хватать объекты на экране с помощью своих мощных передних конечностей. Так что благодаря оригинальному эксперименту ученые все-таки добились своего. Доказали наличие у насекомых стереоскопического зрения. Киборг-режиссер Можно подумать, что перед вами просто любитель терминатора и сумасшедшего косплея, но это не совсем так. Вернее, кино Роб Спенс действительно очень любит, ведь он режиссер, а вот необычное устройство в его правом глазу самое что ни на есть настоящее. Еще в далеком детстве парень стал жертвой несчастного случая и наполовину потерял зрение, но в более зрелом возрасте решил найти этой проблеме неожиданное решение. По сути, Роб Спенс стал бодихакером, человеком, который готов вживлять в собственное тело чипы и разные устройства, чтобы приобрести новые способности. В случае режиссера это был бионический глаз-камера, который он решил установить после множества безуспешных попыток использования обычных протезов. Таким образом, парень превратил часть своего тела в профессиональный инструмент для съемки фильмов. Передавать изображение прямо в мозг он, конечно, пока не умеет, зато способен почти мгновенно отправлять кадры на смартфон, ноутбук или проектор. Самым сложным для инженеров было уместить беспроводную камеру и батарейку с передатчиком сигнала в крошечную глазную полость. Но с Робом работали самые лучшие специалисты, которые в прошлом трудились бок о бок с Илоном маском, так что задумка была успешно воплощена в жизнь. А для большего эффекта создатели вживили в камеру LED-сенсор, который горит красным при записи. Теперь на родных улицах канадского Торонто Роба постоянно путают со Шварценеггером, а в будущем он планирует снять на собственный глаз крутой сериал по мотивам черного зеркала. Правда, за суетой научных разработок режиссер, видимо, даже не заметил, как сам в нем оказался. Искусство из мусора Будем честны, втулки от туалетной бумаги ужасно бесят, и их постоянно лень выбрасывать. Недаром некоторые производители даже начали выпускать специальный картон, который можно тут же смыть и не париться с утилизацией. А может и зря, французский художник-жуниор Фрид Жаке собственным примером доказывает, что искусство можно создавать даже из самых неочевидных материалов. Да, базовым материалом для творений молодого скульптора являются те самые картонные втулки. На их основе парень делает завораживающие маски, которые чем-то похожи на народные промыслы индейских народов Тихоокеанского побережья. В своей работе Фрид Жаке использует принцип оригами, который и помогает картону складываться в такие любопытные выражения лица. Скоростной контейнер Чтобы быть лихим гонщиком, как из крутого голливудского боевика, вовсе не обязательно всю жизнь копить на Феррари или Харли Дэвидсон. Хотя они, конечно, определенно добавят к эффектности вашего образа 100 баллов. Но если вас интересует исключительно скорость передвижения, то под удалой вездеход можно оборудовать даже мусорный контейнер. Не верите? Смотрите сами. Инженер Энди Дженнингс из Великобритании привинтил к обычному баку двигателя от мопеда, коробку передач, замок зажигания, сидение и рулевое устройство от электроскутера. Результат превзошел все ожидания. Контейнер действительно поехал. И вовсе не как улитка, а как средненький автомобиль на городской трассе. В сентябре этого года автор разработки даже установил рекорд Гиннесса, проехавшись на своем коне со скоростью почти 65 километров в час. А вы бы как отреагировали, увидев такую машину в будничной пробке? Очень странное тату. Те люди, которые никогда в жизни не набивали татуировку, верят, что в каждом изображении на теле должен скрываться какой-то почти сакральный смысл. На самом деле все, конечно, совсем не так. Многие наносят на кожу определенный эскиз просто потому, что он показался им красивым, забавным или милым. Не задумываясь при этом о скрытом значении собственного тату. Примерно такая история произошла с Эмили из американского города Сиракьюс. Однажды она увидела где-то очень странный стул со спинкой из радужных рыб и резко захотела набить это странное произведение мебельного искусства на ноге. Девушка решила не противиться иррациональному желанию и отправилась к тату-мастеру. Но на этом наша история не заканчивается. Спустя несколько лет Эмили сидела в Фейсбуке и наткнулась на пост из группы, где люди делятся снимками забавных предметов обихода. И вы угадали, на одном из них был тот самый стул, который девушка больше никогда в жизни не видела. Эмили опубликовала фото своей татуировки в комментариях, чтобы посмеяться вместе с другими подписчиками, но точно не представляла, что за этим последует. Несколько энтузиастов из группы решили запустить компанию по сбору средств, чтобы купить тот самый стул за сумасшедшую цену в 600 долларов и отправить его Эмили. Для них это было вопросом чести. Ведь таких совпадений в жизни просто не бывает. Предмет мебели доставили в Балтимор, откуда он проехал более 400 километров по разным штатам и, наконец, оказался в руках законной владелицы. И благодаря этой авантюре она приобрела не только очень странный предмет интерьера, но и целую кучу новых друзей, которые совсем недавно были абсолютными незнакомцами. Лошадиные усы Так, а это что еще за хипстеры? Не знали, что лошади тоже ходят в барбершопы и подкручивают свои усики. Да что уж там! Мы вообще не знали, что они у лошадей есть. Оказывается, это совсем не редкость. И об этом вам скажет любой заводчик. Модная борода может расти у многих пород лошадей, но больше всего она характерна для ирландских жеребцов вида тинкер. А самое удивительное, что рост шевелюры на морде зависит от наличия нужного гена, который может встречаться как у самок, так и у самцов. Народ, не расходимся. Хотите сумасшедших историй из реальной жизни? Никаких серых будней. Только экшен. Только приключения. Погони и сражения. Признание в любви и неожиданные предательства. Не верите? Переходите по ссылке и убедитесь сами. Канал анимированных историй «Личный дневник». Все самое сокровенное тут. Не забывайте подписываться. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...